1 сентября. 1 сентября. Именно так и никак иначе. Глава района Алексей Валов в рамках субботнего выезда поставил жесткие условия строителям школы в микрорайоне Солнечный. Новый учебный год местные ребятишки должны начать в новой школе. Подрядчика компании устроит РЕСТ-22. Задача ускорить темпы не пугает. Они уже сейчас работают на опережение. Мы график скорректируем и будем спрашивать строго. Мы же муниципальные заказчики. Имеем право спросить. Справитесь? Справимся. Вышли по монолитным работам на третий этаж. По внутренним инженерным системам завели подрядчиков. Плюс заканчиваем по первому этажу наружную укладку. В принципе идем с опережением графика. Сколько человек работает? 100 человек. Глава также поставил задачу всем заинтересованным службам провести работы по благоустройству на окрестной территории микрорайона Солнечный. В частности, включить образовательные учреждения в программу «Дорога к школе». Мост через Клязьму с подъездами со стороны улиц Фабричная и Заречная. Можно сказать, стратегический и очень важный для Щелкова объект. Работы продолжаются на обоих берегах реки. Этот объект администрации района, как муниципальный заказчик, также держит на постоянном контроле, отвечая перед жителями за качество и соблюдение сроков строительства. Со стороны улицы Фабричной осталось согласовать вопрос выноса газопровода. Со стороны восточной промзоны скоро начнутся буронабивные работы. Увидеть очертания будущего автомобильного моста можно будет уже в этом году. По ходу строительства моста динамика немножко просела. Просела по одной простой причине. Достаточно много согласований по выносу газа и достаточно много согласований по земельным участкам. В этом году мы пройдем буронабивные работы в ноябре и в декабре, может быть, первую арку через запор и перегинем. До конца года будет. Одновременно прорабатываются варианты выезда по будущему мосту из восточной промзоны через улицу Заречную на Фряновское шоссе. Благоустроенное общественное пространство формируется в микрорайоне Чкаловский вдоль улицы Гагарина напротив Дома культуры имени Чкалова. Работы уже начались и продлятся ориентировочно около двух недель. Благоустройство на Чкаловске ожидается масштабное. Я думаю, что жители микрорайона будут очень довольны этим благоустройством. Здесь появится дополнительная зона пешеходная, велозона, парковки дополнительные. Ну и как бы вся единая схема, вот как мы начинали ее от Вечного огня, там сквер памяти, будет закольцована. Развивается и мемориальный комплекс «Аллея героев Отечества». В этом году здесь будет увековечена память выдающихся женщин-летчиц Валентины Грязодубовой, Полины Осипенко и Марины Росковой. Героев Советского Союза, которые в 1938 году установили женский авиационный рекорд по дальности перелета. Мы все благодарны тем людям, которые совершили подвиги и в советское время, и, соответственно, в новой России. Вопросы ЖКХ также на контроле у главы района. В этом году начнется реконструкция важного объекта водоотведения – КНС «Соколовская». Несколько лет назад Щелковский водоканал принял ее на обслуживание у компании «Эко-Аэросталкер» в плачевном состоянии. Работал всего один насос, сейчас их четыре. Алексей Валов проверил, как работает технологическое оборудование. «Сейчас там получается три насоса штатных рабочих, плюс Грунфос запустили насос. То есть КНС готова работать в любом режиме – и в штатном, и в форс-мажорном, напряженном, когда идет большой сброс». Жители дома 7 по улице Институтской обратились к главе района с жалобой на неудовлетворительное содержание дома. В квартирах на стенах плесень, наблюдаются перебои с отоплением и горячим водоснабжением. Есть вопросы к состоянию входных групп. Алексей Валов высказал претензии к работе управляющей компании ЕДС Щелкова. «Если вы не приступите к этому дому, не устраните недостатки. Я этот дом переголосую и уберу у вас. Я вообще все заберу у ЕДС, если такое отношение будет». Интересы жителей превыше всего. Ситуацию на Институтской 7 глава района взял на личный контроль. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».